Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лида ТВ и узнаете основные новости нашего региона Она оставила свою страницу в истории Лиды Сегодня жители нашего города прощались с почетным гражданином Лицкого района Надеждой Поповой Тот вклад, который оставил человек на земле, он сегодня находится в тех объектах Которые под ее руководством при ее инициативе создавались, возникали Но самое главное то, что добрая память в сердцах людей В сезон дождей жалобы на протекание крыш и стыков Коммунальная тема была в центре внимания во время прямой телефонной линии Которую в субботу в Лиде провел заместитель председателя райисполкома Виталий Невера Градус пошел вверх Сегодня в жилых домах Литчины начался отопительный сезон Образование не стоит на месте В Москве прошел четвертый съезд учителей и работников образования государств-участников СНГ Среди его делегатов была и учитель русского языка и литературы Лидской гимназии Татьяна Глыздова Интересен опыт Казахстана, потому что они говорят о трехязычеях в своей стране Они пытаются его реализовать На старт, внимание, марш! Лидских педагогов собрал спортивно-оздоровительный праздник Мы пришли сюда с веселым настроением Мы стараемся, активно участвуем во всех спортивных соревнованиях Сегодня литчане прощались с почетным гражданином Лидского района Надеждой Поповой Ее сердце перестало биться 8 октября До своего 90-летия Надежда Попова не дожила 3 месяца О ней говорили – женщина-легенда нашего времени Для Лиды, будучи первым секретарем горкома, Надежда Попова сделала столько, что ее вклад горожане помнят до сих пор Тот вклад, который оставил человек на земле, он сегодня находится в тех объектах, которые под ее руководством при ее инициативе создавались, возникали Самое главное то, что добрая память в сердцах людей Приходили одноклассники, приходили работники предприятия, руководители, бывшие нынешние И все с благодарностью вспоминают этого уникального, удивительного человека Прекрасную, красивую женщину и одновременно очень мудрого, прозорливого руководителя В Лиду Надежда Попова приехала в 1952 году, сразу работала учителем в 10-й школе, потом возглавила 11-ю С января 1964 года по 1978 год Надежда Ивановна работала в Лидском горкоме партии третьим секретарем, а с 1978 года первым На плечи сильной, но все-таки женщиной легли все городские проблемы Она решала вопросы промышленности, транспорта, здравоохранения, социальной сферы и культуры Сегодня мы слова благодарности относим к Надежде Ивановне, потому что она для города сделала очень и очень много Именно с ее приходом к власти город изменился Она ходила вместе с руководителями и радовалась тому, что было сделано руками тружеников города И последняя ее огромная радость была, это когда она увидела, что сделано после республиканских дожинок Город стал совсем неузнаваемым Но все равно люди до сих пор говорят о Надежде Ивановне, что это заслуга Надежды Ивановны Надежда Попова всегда хотела, чтобы у Лиды было собственное лицо, чтобы он был благоустроенным и красивым По-домашнему уютным и современным, чтобы в нем были развитая промышленность, образование, здравоохранение, культура Чтобы в нем было комфортно жителям любого возраста Надежда Ивановна, чтобы добиться результата, проявляла мудрость, знания, профессионализм и талант руководителя Она говорила, слагаемые успеха просты Делай больше, чем другие Требуй с тебя больше, чем с других Умей поручить, умей спросить Умей наказать, умей поощрить Умей уважать других и будут уважать тебя Через всю жизнь мы были рядом Всегда имели общие подходы к жизни Всегда имели взгляды на жизнь одинаковые Она для меня очень многое сделала Очень многое во многих вещах меня поддерживала Строго спрашивала Ну и там, где необходимо, помогала Я ей благодарен за все И за личное, и за производственное Автобусный парк был построен благодаря личной ее участию И в настоящее время является современным предприятием С должности первого секретаря Лицкого горкома партии Надежда Попова ушла в 1985 году Но не на пенсию, а в ЗАГС, заведующей И здесь проработала еще 11 лет Многие пары хотели, чтобы их расписывала только Надежда Ивановна У этой женщины было столько сил и энергии Что она всегда совмещала работу с общественной деятельностью Когда Надежда Попова ушла на заслуженный отдых Она не ощущала недостатка внимания Ее в Лидизнавии любили Знакомые и незнакомые горожане с ней всегда здоровались Работала вместе с ней И она моя соседка Хороший руководитель, чуткий человек очень И она и молодежь, и старики все ее знали Город – это ее заслуга наш Женщина-лидер, яркая, сильная личность Надежда Попова умела активно переключаться с одной роли Руководителя деловой женщины На другую – роль жены и матери И ее уход, конечно же, большой удар для родных Несмотря на то, что Надежда Ивановна ушла из жизни на 90-м году Она всегда будет в моем сердце И она очень много сделала Как мама для меня Многому научила Но она будет в моем сердце жить всегда И этот день, конечно, благодаря вашей любви И вашей поддержке Нам будет намного легче И мы даже где-то радуемся Потому что мы видим, сколько людей пришло Все ее помнят И все передают чувство любви Спасибо вам большое, дорогие личане За память добрую, светлую За непроходящую любовь Надежда Попова написала свою страницу в истории Лиды Сегодня ее не раз перечитывали И листали заново с особой теплотой Вспоминая о женщине, безмерно преданной своему делу Посвятившей всю свою жизнь Служению на благо своего города Продолжаем выпуск 12 обращений поступило в субботу На прямую телефонную линию Которую в Лиде проводил Заместитель председателя райисполкома Виталий Невера В тренде, впрочем, как и всегда Была тема жилищно-коммунального хозяйства В сезон дождей Лидчане жаловались на протекание крыш и стыков В многоэтажках Попадание воды в подвалы некоторых домов Жильцы дома номер 45 по улице Гастелло Просили остеклить окна на техническом этаже А жильцы дома номер 13 по улице Игнатова Покрасить козырек над подъездом И установить табличку с номерами квартир Два вопроса, поступившие в субботу Виталию Невере Требуют изучения работниками ГАИ Жители микрорайона Молодежный Высказали пожелание Обустроить пешеходный переход На улице Фомичева к улице Строителей В целях безопасного пересечения Школьниками проезжей части А жители дома номер 34 по улице Невского Подняли тему парковки на зеленой зоне Также на прямую телефонную линию Поступили вопросы Об оказании материальной помощи Инвалиду второй группы И выделении хозяйством Ваверка Агра Соломы и сено частникам Все обращения будут рассмотрены И заявители получат ответы На этой неделе в субботу Прямую телефонную линию в Лиде проведет Заместитель председателя Лидского райисполкома Виктор Пронюк Вопросы с 9 до 12 часов Он будет принимать по номеру 52-42-43 Сегодня в Гродненской области Началось поэтапное включение Отопления в жилых домах Напомним, 6 октября батареи потеплели В медицинских и социальных учреждениях Детских садах и школах Музеях, архивах и библиотеках В связи со значительным похолоданием Сегодня тепло пришло и в жилые дома, общежития и гостиницы Литчины Затем отопление включат в общественных и административных зданиях На предприятиях и в организациях При потеплении на улице и среднесуточной температуре выше плюс 8 градусов Отопительные системы будут работать в режиме протапливания В Москве прошел 4-й съезд учителей и работников образования Государств-участников СНГ В его работе приняли участие более 300 делегатов из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Туркменистана В составе белорусской делегации, которую возглавляла заместитель министра образования Беларуси Раиса Сидоренко На форуме побывала и учитель русского языка и литературы Литской гимназии Татьяна Глыздова У педагогичной практицы Татьяны Глыздовой это другий съезд наставников и работников эдукации держаудельницы СНД Два года тому и она была делегатом такого же форума, который проходил в Минску Все лета отправилась в Москву, чтобы с замежными коллегами обмерковать тенденции развития инновации эдукационного процесса Главное, о чем шла речь на этом съезде, это тенденция развития образования И здесь мы идем в ногу с образовательным процессом во всех странах СНГ Все стараются реформировать систему, хотя у нас сейчас говорят не о реформировании О том, что у нас реформирования системы образования дальнейшей не будет Но, тем не менее, ощущалось, что мы идем в ногу со временем и путь наш правильный Может быть, не такой быстрый, как в других странах, но, тем не менее, может быть, он более верный В час пленарного посаджения и праце в секциях, на лекциях и майстер-классах выставы досягнения уголения эдукации держаудельницы СНД Делегаты съезду рассказывали про основные тенденции развития эдукации в своей краине Представники Беларуси зарабили акцент на инклюзивной эдукации, якая дозволит социализовать детей с обмежованными махчимостями и дать им добрые веды Россияне презентовали проектную доследшую деятельность, а вот казахи спробуют реализовать в школах трехмовые, да и в патриотичном выховании у них есть свой опыт Они говорят о трехязычии в своей стране, они пытаются его реализовать, причем реализовывают не совсем так, как у нас реализовано двоязычие Все-таки у нас есть перекос в сторону, серьезный перекос в сторону русского языка А в Казахстане большинство предметов изучается на родном языке, есть предметы, которые изучаются на русском языке И они пытаются на иностранных языках изучать некоторые предметы Так, например, они начали с математики, попробовали изучать математику на английском языке, у них это не получилось И сегодня они изучают физику, химию, биологию по выбору школы на иностранном языке Мне говорят, что это помогает им плеваться в международное пространство И они могут проекты создавать на иностранных языках Мне был интересен опыт Казахстана, когда они показали, как они на текстах воспитывают любовь к родному краю И этих текстов должно быть много, разных текстов, чтобы учащиеся не думали, что их просто зомбируют этим И эти тексты могут поспособствовать развитию того же патриотизма хотя бы средствами другого языка Русского языка, который наши дети тоже очень любят Но все-таки мне бы хотелось, чтобы они также любили и свой родной язык, и свою родную историю В программе «Зъезда» было наведывание Московской гимназии 1409 И оно мощно уразило Татьяну Глездову, как и других делегатов Их сустракали гимназисты в национальных костюмах державодельницы СНД А потом витали представники всех классов Кожный тримал стяг своего класса Про значную роль патриотичного выхования в российской школе свечило оформление калидоров и рекреаций Усюди картины с историей литературы и знакомитые цитаты Что тычется адекватного процесса, то убаченное, по словам Татьяны Глездовой, не могло не выкликать заездрасти Классы оснащены по опошним словам техники, сирот-педагогов, выкладчики в НУ У спортзале можно проводить международные споборництвы У них есть возможность получать российский аттестат и международный диплом Это позволит детям потом поступать в вузы любой страны Они имеют возможность изучать несколько иностранных языков Опять же, снова иностранные языки участвуют в международных проектах Они выходят за рамки классно-урочной системы Вообще на съезде все повторяли мысль о том, что классно-урочная система должна занять достойное место в музее И они стараются выходить за рамки школы В этой гимназии говорят, что на них работает сам город Потому что они проводят свои уроки в оранжереях, в парке высоких технологий, в музеях И говорят о том, что практические знания намного крепче и полезнее знаний теоретических Еще в этой школе очень много различных лабораторий В школе много техники, которая просто поражает воображение У нас этого нет Зато сами принципы преподавания, попытка увидеть каждого ученика Выстроить траекторию развития каждого ученика Она у нас есть, эти вещи нам созвучны Я считаю, что техника решает многое, но далеко не все Зносины делегатов съезду не обмяжовывались только его программой Педагоги из края СНД много говорили про свою особистую педагогичную деятельность Татьяне Глыздовой так само было, что рассказать Яна один из поспеховых наставников не только Литчины и Гродинщины, а и Беларуси За пошние 8 годов подрихтовала 31-го переможца и призера областных и 12 республиканских предметных олимпиад 8 переможцев и призеров олимпиады школьников союзной державы России и Беларусь историчное духовное единство В 2012 году Татьяна Глыздова стала лауреатом областной премии «Человек года Гродинщины» В 2015 году была удостойна медаля «Франциска Скарыны» Но при всех своих досягнений она не лечит, что ведая про педагогику и методику выкладания – все За все, да и кажут, для себя можно найти нечто новое Тому в Москве Татьяна Михайловна старалась якмага больше поговорить с коллегами о праце и потекавиться, як яны добиваются поспеху Говорили мы, конечно, очень много, не могли остановиться, говорили везде и в автобусах, и между заседаниями съезда Говорили и о детях, о конкретных детях, а также делились традициями, обычаями своих народов Вы знаете, зацепило то, что мы по-прежнему интересны друг другу Хоть развиваемся по отдельности, но не можем наобщаться, не можем наговориться И родные все-таки мы друг другу люди Вернувшись до дому, Татьяна Глыздова поделилась уражениями от поездки в Москву Износин с делегатами съезду с других краин с коллегами А еще она выказала думку, что на такий форум, хотя прасу жити, повинен трапить каждый педагог Наступный съезд наставников и работников эдукации держа в дельнице СНД пройдет про два года в Кыргызстане Сегодня в Беларуси стартовала неделя матери Она продлится по 16 октября Программа недели матери традиционно насыщена мероприятиями Женщин-матерей будут чествовать в трудовых коллективах В учреждениях образования пройдут тематические мероприятия А в учреждениях культуры праздничные программы В День матери 14 октября в Лицкой музыкальной школе искусств состоится районная праздничная программа Любовью материнской мир прекрасен На которую приглашаются все мамы нашего региона Начнется мероприятие в 12 часов А сейчас новости со спортивных площадок Лиды Наш хоккейный клуб продолжает победное шествие В субботу на домашнем льду рыцари одолели хоккеистов Витебска Со счетом 3-2 Шайбы в ворота соперника отправили наши Максим Вальков, Максим Захаров и Андрей Орлюк Успешно проведенный очередной матч чемпионата Беларуси в экстралиге Позволил Лиде закрепиться на седьмой позиции в турнирной таблице Следующая игра у нашего хоккейного клуба в четверг На выезде у него ледовая баталия с Гродненским Неманом Удачно в субботу все сложилось и у футбольного клуба Лида В 22-м туре чемпионата Беларуси среди команд 1-й лиги он одержал победу над звездой БГУ 2-0 И поднялся на шестую строчку На этой неделе в субботу у Лиды выездная игра с командой Смолевичей СТИ На старт, внимание, марш! В Лиде провели спортивно-оздоровительный праздник для работников учреждений образования Ловкость, меткость и скорость показывали команды из 21-й школы Педагоги на три часа сменили строгие костюмы на спортивную форму А вместо журнала, учебников и тетрадей взяли в руки спортивные снаряды Что из этого получилось в нашем следующем материале Спортивно-оздоровительный праздник для работников учреждений образования Своеобразные олимпийские игры, только районного масштаба Для участия в них команды готовились не один день и даже не одну неделю На старт они вышли, руководствуясь олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее» Команда формировалась довольно быстро, даже выбирали из учителей Потому что некоторые изъявили желание сами участвовать У нас есть начальные классы, учителя начальных классов Есть учителя физкультуры, конечно же Директор у нас принимал участие То есть все с большим желанием довольно Организаторы спортивно-оздоровительного праздника Лидский отдел образования спорта и туризма И районная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки Включили в его программу семь видов Участники прыгали со скакалкой и в длину с места Бросали баскетбольный мяч по кольцу, футбольный по воротам, а гандбольный в гимнастический обруч Педагоги соревновались в легкоатлетической эстафете и дартсе Каждая команда, как и каждый ее участник, старалась выложиться по полной, не подвести товарищей и получить максимум баллов Мы пришли сюда с веселым настроением Мы стараемся, активно участвуем во всех спортивных соревнованиях Проявляем коллективный дух и дух соперничества И надеемся, что наши результаты будут неплохими Итоги спортивно-оздоровительного праздника подводились в личном первенстве в каждом виде А также определялись места в командном зачете В итоговом протоколе первое место заняли педагоги 17-й Лидской школы Вторыми стали учителя 9-й школы, замкнули тройку сильнейших участников представителей детвянской школы Спортивно-оздоровительный праздник – один из видов круглогодичной отраслевой районной спартакиады работников системы образования В рамках этого мероприятия педагоги Лидчин издавали и нормативы государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Он проводится в нашей стране с 2014 года и направлен на развитие физической культуры и спорта Оздоровление и физическое воспитание, а также формирование здорового образа жизни Нормативы ГТО в этом году в нашем регионе сдавали педагоги 17-ти школ, 10-ти детских садов и одного учреждения дополнительного образования Высокие результаты показали Екатерина Чернова и Виктор Шарлан из 17-й школы Ольга Губейко из санаторного ясли и сада номер 2 Денис Шиманович из 3-й березовской школы И Александр Нечипор из Лидского лицея номер 1 Максимальное же количество баллов набрала учитель физической культуры и здоровья средней школы номер 1 Кристина Круглая Учреждения образования очень активно принимают участие в данном мероприятии, то есть в данной спартакиаде И практически все учреждения, все школы района, это 34 И нас радует сегодня то, что наряду со школами откликнулись детские сады Практически все детские сады города Лиды, детские сады, ну вот детва, к примеру, детский сад, детвы, ходоровцы Это учебно-педагогический комплекс, детский сад, ну тоже принимают участие в данном празднике На сегодня все. Далее на нашем канале смотрите прогноз погоды на завтра, рубрику «Есть вопрос», блок рекламы и программу «Полный дозор». До свидания МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА